Сегодня мы решили вам рассказать вообще о детском движении. Вообще детское молодежное движение началось где-то в XVIII веке. Первые-первыхые задатки детского движения. В Петербурге был открыт в 1731 году сухопутный шляхицкий корпус. Вот первые признаки нашего как раз организационной такой, молодежной. Они скаутские организации были организованы в Петербурге, потом в Москве. И к 1922 году скаутские организации в России насчитывали в 148 городах. И они насчитывали 50 тысяч юбушек и девушек. По этой программе воспитывали будущих граждан, будущих тех, кто будет руководить какими-то организациями, какими-то предприятиями. В общем, ну это первые были такие кружковые работы, театральные, музыкальные, литературные, спортивные общества. И в Царском селе в 1811 году при Александре I был открыт лицей, в котором вот уже дети занимались умственными забавами, как их называли. Это они пробовали первые пробы парламентаризма. Они уже спорили, вели диспуты, какие-то капустники проводили, театральные постановки, спектакли. После гражданской войны очень много было детей, которые скитались. Они потеряли родителей, или родители погибли, или умерли от типа. И вот эти бедные диспризорники, они же не учились, никуда не ходили. И пионеры, естественно, включились вместе со всем народом по ликвидации неграмотности. Для советского государства дети были самое главное. Счастье детей – это будет значить счастливая и страна. Если дети бедны, если дети больны, и дети находятся в затрудненном состоянии, то и государство само больно. Вот, например, в июле 30-го года пионеры рапортовали 14-му съезду Компартии о выполнении наказа первого всесоюзного слета пионеров. Обучено грамоте свыше миллиона неграмоты. В село отправлено 20 тысяч радиоприемников, 500 тысяч книг. Распространено облигацией займа индустриализации на полтора миллиона рублей. На средства, заработанные пионером, куплено для колхозов 4,5 тысячи тракторов. Четверо из них стали героями Советского Союза. Леня Голиков – единственный из пионеров-героев, который был награжден именно во время Великой Отечественной войны. В 1944 году, в феврале месяце, его мама получила звезду героя и наградной лист от Калинина. И письмо от него, что ваш сын погиб смертью героя. И правительство Советского Союза, Верховный Совет, и решил наградить вашего сына высшей орденом Ленина и высшей наградой героя Советского Союза. Пионеры выпустили 100 тысяч автомобилей, 100 тысяч тракторов. Часть Байкала-Морской магистрали строили пионеры. И самое интересное, была экспедиция на Северный полюс. На Северный полюс попали два пионера вместе со взрослыми. Представьте, на Северный полюс, там, где взрослые, действительно тяжело перенести такой холод. И вот двое пионеров были удостойны такой чести побывать на Северном полюсе. Ведь когда-то пионерия создавалась таким образом. Союз взрослых и подростков, и детей. Вот эти три пламени, которые, три, на значке, точно так же и у нас, на наше время, у констра три язычка пламени. Это единство детей, подростков и взрослых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова